МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эмилия! Луиджи! Луиджи! Нет, нет, Луиджи! Я не разрешаю тебе этого! Этого нельзя делать! Луиджи! Луиджи! Ну, я не шучу! Если ты поговоришь с отцом, между нами все будет кончено! Луиджи! Ну, не обижайся! Понимаешь, дело в том, что я... Я пока не собираюсь выходить замуж! М? Ты доволен? Луиджи! Луиджи! Ну, давай поговорим о другом! Послушай! А может быть, ты вовсе даже и не любишь меня? Ну, да! Ты же не задавал мне тех вопросов, которые настоящие влюбленные задают своим девушкам? А ты не спрашивал меня, какие цветы мне нравятся? Знаешь, я люблю глядно-розовые гвоздики. Только маленькие-маленькие, полевые. Их еще торговцы кладут в корзины для украшений. Знаешь? Ох, как я их люблю. Однажды, когда я была совсем маленькой, меня оставили одну на пороге нашего дома. И я никогда не забуду, как один торговец положил лошади вместе с пучком травы маленькую-маленькую гвоздичку. Травы становилось все меньше и меньше. Морда лошади была совсем рядом с гвоздикой. Но она съела ее, маленькую гвоздичку. Дай мне. Будет лучше, если я включу. Ну, пока. Ты же на сцене, я в публике. Ты понимаешь, я должен быть хозяином положения. Подожди, ну, если публика увидит проволоку, мы же пропали. В конце номера внимание публики рассеянно. Она больше не ждет обмана. Дей, тут-дей, тут-дей. На. Так. Так. Кончается номер. Дай мне. Будет лучше, если я включу. Смотри. Пишем карман. Включаем. Ой, Мадонна. А, здесь же замыкание. Так, сейчас проволочку подкрутим. Все, понятно. Включи там у себя, знаешь, что. Включай у себя, хорошо. И следи за пленкой. Ага. Так, будешь готов подать знак. Хорошо. Внимание! О, нет. Приготовились! Готово! Что случилось? Что случилось? Не получилось. Да ты что, пленка цела? Цела. Красса не туда включил. Секундочку. Внимание! Приготовились! Готово! Хорошо! Идите в честь сюда! Идите сюда! Эй! Амелия! Артуро! Артуро! Амелия, девочка моя, поможешь дяде. Поможем! Артуро! Спит! Вот и я! Так, внимание! Вон я! Внимание! Стой, стой, стой! Стой! Вы будете изображать публику. Значит, внимание! Так. Номер окончен. Я раскланиваюсь. Раскланиваюсь. Пусть, так, аплодирую. Браво! Амелия! Браво! Эй, вы! С ума посадили, что ли? Чем этот дурак занимается? Номер окончен. Публика, аплодили. Какая публика, чучело. Иллюзионист я или нет, я изобрел трюк и назвал его умножение аплодисментов. Включаем в действие механизм. И полная иллюзия, что ты выступал перед переполненным портером. Каким портером, дурак? Мой друг из радиостудии подарил мне уникальную запись. Шум толпы на площади. Этими овациями, когда бы встречали какого-то президента. Президент подал в отставку, а овации больше не нужны. Послушай, послушай, послушай. Давай, давай. Второй генераль. Значит так, внимание. Номер окончен. Номер окончен. Начинайте аплодировать. Браво! 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 Что ты зеваешь, дармоед? Да, сегодня, чтобы сделать все эти покупки, мне пришлось отнести в ломбард последнюю серьгу. Потому что деньгами, которые мы получили, мне пришлось оплатить долги. Да у нас было 500 тысяч лир. 500 тысяч, черпотик! Полумиллиона! А что в наше время 500 тысяч? Деньги! А ты пойди за работу! Несколько месяцев не платили за квартиру. 200 тысяч только за то, чтобы нам снова включили свет. Кстати, ты кончай эти фокусы с электричеством, а то мы опять останемся. Обойдется! Отто, ты знаешь, кого я встретил вчера днем? Кого? Роберто Мальяно. Кого? Роберто Мальяно. Доигрался. Спрашивал твой адрес. А ты что? Я сказал, что давно тебя не видел и не знаю, где найти. Молодец! Он хочет получить миллион лир, которые ты взял у него взаймы. Обещал перевернуть весь Неаполь, но найти тебя. Берегись, он злобен. Человек в подобном состоянии способен на убийство. Убить меня! Ты когда-нибудь играл в рулетку? Мне всего 36 номеров. Никогда не выпадает нужный. А в Неаполе 200 тысяч домов. Острон меня найти в такой массе людей. Только на словах. Профессор, в рулетку я играл не раз. В один прекрасный момент в шарик вселяется дьявол. Шарик крутится, крутится, крутится и приводит Роберто Мальяно в твой дом. Чтобы у тебя язык отсутствовал. Амелия! Держи! Смотрите, какие красивые! Смотрите! Спасибо! Я вас люблю! Ну, какой чудный лапок! Ну, какой чудный лапок! Вот так! Знаешь, кто пришел? Роберто Мальяно? Антонио! Хочет поговорить с тобой! Добрый день! Добрый день! Петрополь! Профессор! Ваш ученик, профессор, письмо пришло вчера в отель, очевидно, не знают адреса. А у меня сегодня есть немного свободного времени, я взял автомобиль. Альфа Ромео. У одной нашей очаровательной постоялицы. Профессор, вот вам письмо. Спасибо, очень любезный стойстер. Что-нибудь важное, профессор? Да. Еще раз спасибо. А то, что сиди. Да нет, я, пожалуй, пойду. Антон. Может быть, выпьем кофе? В доме фокусников всегда может найтись кофе. Лопни с рук, как ломашен. Да, у нас, знаете ли, все исчезает и появляется. Как по волшебству, оставайтесь, выпьем кофе. Правда, пойдем мы кум-то, я сама сварю. Спасибо, очень любезный. Выпьем кофе, а потом, наверное, будет кое-куда пройтись. О, выйдем. Вместе. Оф, ой, ой, ой. О, ой. А, это же сварьба. Это Джульетта. Да, и Феличи. Феличи. Будь счастлив, Феличи. А, это же сварьба. Что такое, что такое? В чем дело? Что так стучит? Именем закона Тройки, руки вверх! Всем оставаться на своих местах. А я не двигаюсь, а кроме меня здесь больше никого нет. Я вижу, я не слепой и пытаюсь со мной хитрить. Я полицейский, ты иллюзионист. Если я говорю, руки вверх, всем оставаться на своих местах, именем закона, откройте, то это фразы не шелест листьев и не шорох ресниц, потому что их говорю я, Филиберто Гуси. Ты понял меня? Оставайтесь у входа. Вы, господин Диспелто, стойте рядом со мной. Слушаюсь. Добрый день, сеньор Диспелто. За что вы оказываете честь своим присутствием в моем доме? Я не собираюсь вам отвечать. Все, что я должен сказать, я сказал представителю власти. Спросите у него, и он вам ответит. Хорошо. В таком случае, сеньор Бригадил, чем обязан в вашем присутствии в моем доме? Не прикидывайся невинной овцой. Ты, чернокнижник, намотай себе на ус, полиция знает все. Все. Заткнись, Аурелио. Четыре дня тому назад в саду, отеле... Метрополь, ты преступно осуществил исчезновение чужой жены, его жены. Моей. Спокойствие! Всем оставаться на местах. На жертве были украшения, золото и бриллианты. И еще один из зубрутов 10 карат. Спокойствие, господин Диспелто. Если я говорю золото и бриллианты, это включает в себя изумруды и рубины. Извините. Пожалуйста. Сейчас меня интересует местонахождение трупа. Если ты признаешься, тебе будет лучше. Могу я говорить? Валяй. Я уже объяснил сеньору Диспелто, что речь идет об обычном иллюзионистском опыте. Я его поставил лицом к лицу с иллюзией, облачив на мгновение в конкретную форму мнемонические образы его атомистического сознания. Преусловие, что это не повлечет за собой моей ответственности. Сеньора исчезла, да или нет? Да или нет? Но в этом нет сомнения, сеньора исчезла. Исчезла, исчезла. Только от него зависит ее возвращение. От меня? Отдай ты, сеньор Диспелто, не устроит недоразумение. Не отнимайте времени у блюстителей. Закон. Сами верните себе свою жену. Шкатулку я не открою! Я не такой дурак, чтобы меня можно было так дурачить. Какая шкатулка? Вот эта. А при чем здесь эта шкатулка? А при том, что он утверждает, будто бы моя жена там внутри. Ну, как, сеньор Диспелто? Вы что, до сих пор не открыли шкатулки? И не открою! Да, ну, как вы можете предполагать, что найдете вашу жену в шкатулке? А, нет, ну, сеньор Бригадир! Сто тысяч жен можно найти в одной шкатулке. Даже если она меньше этой. Спокойствие! Сеньора исчезла? Исчезла. Лучше будет, если ты признаешься, почему ты ее убил. Как ты ее убил? И где находится труп? Я хочу признаться! Я хочу признаться! Закон! Не будь любезна, сеньор Бригадир, удалить на секунду сеньора Диспел. Меня? Почему, сеньор Бригадир? Почему я вас удалить? А почему он удалит? Это вы интересное дело! Это вы интересное дело! Сеньора Диспелта, жена сеньора, предъявившая обвинение, находится в Венеции. В каком виде? В мертвом? В живом. Мне нравится ваше лицо. Я вам открою кое-что. В тот вечер, когда я давал свои представления в саду отеля Метрополь, сеньора Диспелта воспользовался удачным моментом и убежал от ревнивого мужа со своим любовником Марьяно Дальбино. Как вам это нравится? Так у сеньора был любовник. Коридор! 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 И чтобы не ставить этого несчастного лицом к лицу с действительностью, я выдумал это дело со шкатулкой. А, а если он эту шкатулку откроет? Он подумает, что недостаточно верил во все это. А если он ее не откроет? Он останется в иллюзии ее верности. А, я не понял. А это не важно. Да, ну как ты мне можешь это доказать? О, письмо, сеньоры! Письмо? Прислано из Венеции. Уважаемый профессор Марвульо, я мучаюсь, что поставил вас в неловкое положение перед моим мужем. Но, верьте мне, это не моя вина. Сеньор, увлекший меня в Венецию, Марьяно Дальбино, я с ним на седьмом небе от счастья. Я не понял. Это не важно. Ну, ну, дорогой. Коридор! 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 А чего они говорят? В чем дело? Единственное, что тревожит меня, это бедный колоджеро. Попытайтесь найти его, чтобы отговорить, разыскивать меня. Простите меня и верьте мне, ваша Марта Диспелна. Дайте мне конверт, пожалуйста. Идите сюда. Вы узнаете этот почерк? Это почерк моей жены! Довольно, достаточно, в коридор! Почему? Это же почерк моя, как письмо моей жены! Коридор! Это письмо моей жены! Сеньор! Это жалкий субъект, рогоносец. Профессор, что мне делать с этим? А я бы его арестовал бы. Как? Было бы неплохо подержать его некоторое время в одиночестве. Да, но за какое преступление? За ложное обвинение. Да, но сейчас отсутствует ложное обвинение. Нет, против меня существует. А почему-то об этом вы ему не скажете сами. Зачем мне влезать в это дело? Профессор, ну что мне с ним делать? Да. Сохранить мужское достоинство. Пусть пребывает в иллюзии. А-а-а! Да мне надоело! А что вы тут шепчетесь? Что здесь происходит? Что здесь происходит? И это ты спрашиваешь у меня? А у кого же еще, как не у вас? Шизволчатый! Понятно? Профессор вправе предъявить тебе обвинение за клевету. А я, в свою очередь, мог бы отвезти тебя в участок, где ты посидел бы у меня несколько ночей в камере предварительного заключения, за то, что осмелился ввести в заблуждение меня, Элиберто Гусси и моих агентов. Я? Ты! Когда жалуешься, должен знать, на что ты жалуешься. Особенно тогда, когда обращаешься к защите закона. Если мне, говорят, совершена кража или преступление, нужны факты. Факты, чтобы пустить в действие закон. Неопровержимое доказательство! Заткнись, Аурелиево. Если ты приходишь ко мне и говоришь, убита твоя жена, должен быть ее труп. Если ты мне говоришь, что твоя жена убежала с другим человеком и... К примеру. К примеру, к примеру. И сообщаешь месту, куда она спряталась. Я иду туда и арестовываю их. Можешь ты мне это сообщить? Можешь заявить в письменной форме, скрепив личной подписью? Нет! Да? Нет! Тысячу раз нет! Достаточно! В таком случае, какова моя роль в этом деле? Я говорил, что это чистый иллюдиалистский опыт. Вы же сами должны его закончить. О, Мадонна! Но вы сами во всем виноваты. Дорогой сеньор, как говорят, грязное белье надо стирать дома. Не правда ли? Всего хорошего, профессор. Всего вам наилучшего. Некоторые лизионные трюки, дорогой сеньор, требуют мужества. Пошли, ребята! Пошли! 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 Дорогой мой, ну что вы поняли? Мне действительно очень жаль. Но я не думал, что вы так уж войдете в эту игру. В какую игру? В один из опытов, который я демонстрирую публике, обладая внутренним зрением, третьим глазом. Я лишь закрепил в твоем мозгу атеистический импульс и предложил твоему мышлению мнемонические образы. А они, в свою очередь, заменяют объективные категории ощущениями, которые можно хотели сказать, как явление чисто такого импульсивного мышления. Что вы меряете? Ты постигаешь сущность времени. Слушай меня. Ты веришь, что время проходит. Но это не так. Время это абстракция. Время это ты. Я. В котором часу ты обычно завтракаешь? Ну, что-нибудь около половины второго. Значит, около часа и около четверти второго к тебе приходит аппетит. Какой там аппетит? Голод? Скажи, пожалуйста, к тебе приходит аппетит, потому что на часах четверть второго или на часах четверть второго, потому что к тебе приходит аппетит? Разве это не одно и то же? Ну как, дорогой мой, разные вещи. На часах половина второго, потому что к тебе приходит аппетит. Часы это твой организм, который сработал. А отсюда время, как видишь, это ты. Я? Да. Ну да. Скажи, пожалуйста, когда исчезла твоя жена? Четыре дня назад. И ты там увидишь? Вынужден. Дорогой мой, посмотри, тебе кажется, что мы находимся в моем доме, а на самом деле мы же находимся в саду отеля Метрополия. Профессор, вот вам чашечка чудного крепкого кофе. Спасибо, дорогой. Спасибо. Я здесь не один. Ты передай сеньору, а мне принеси другую чашку. Сеньор Диспелто. Антонио. Рад услужить вам. Сеньор Диспелто один из самых богатых и уважаемых клиентов нашего отеля. Минуточку. Каждый раз, когда я приезжаю сюда в отель... Метрополь. Метрополь. Очень жаль, что вам не досталась чашечка кофе. Ничего, дорогой. Мне долго не придется ждать. А, ну да, обслуживание в этом отеле всегда было на высоте. Профессор, это для вас. Спасибо. Ну, я кое-какие дела. Если я вам понадоблюсь... Да, не трудись, я позову тебя. Антонио. К вашим услугам. А ты... Ты все время в отеле? Конечно. И сейчас? Разумеется. Профессор. 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 Добрый день. Как ты поживаешь? Я понимаю, ты меня не ждал. Я писал тебе. Я просил других связаться с тобой. Но, увы, все безрезультатно. Друг мой, друг мой, друг мой, ну, ну, никакого же умысла. Катастрофическое существование. Что мне до твоего существования, когда я думаю о своем? У меня на шее трое дочерей. Жена вот-вот должна лечь на операцию. Кто, Дзанзина? Да, моя бедная Дзанзина. Одним словом, когда ты нуждался в моей помощи, я тебе сразу дал тысячу бумажек по тысячу лир, которые сейчас могут меня спасти. А ты не мог бы вот сейчас как раз, да, где-нибудь... Да не могу, я... Посмотри на меня. Я в отчаянном положении. Если ты мне не вернешь миллион лир, для тебя это кончится трагично. Я тебя убью. Роберт. Решай. Раз, два. Ну, друг. Хорошо. 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 Бедная Дзанзина. Ты видишь этого человека? Он тоже принимает участие в игре. Значит, а еще черт знает когда. Тоже игра. Сейчас попытаюсь тебе объяснить. Игра может иметь два исхода. Если я ему дам миллион лир, игра окончится сейчас. Если же не дам, и он меня убьет, поднимется такая заваруха. Бедная Дзанзина. Это трудно себе представить. Игра примет такой широкий размах, в нее будут тянуты вот этот Дзанзина, агенты полиции, статьи в журналах, прокуратура, тюрьма и кладбище. И все это мнемонические образы. Какой большой опыт. Какой спектакль. Простите, сеньор... Роберто Мальяно. Сеньор Роберто... Мальяно. 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 Вы серьезно намерены стрелять в профессора? А что, мы будем шутить, да? Раз. Два. Секунду. Быстро. Вот смотри. Если он сейчас выстрелит... Да нет, ты не умрешь. Ты же сам сказал, что это всего-навсего игра. Нет, ты ничего не понял. Если он выстрелит, я умру. Это такая игра, да мой мой. Да, да, да. Я умру, и моему существованию конец. Но мое существование, тесно, связано с твоим существованием. Если меня не будет неизвестно, по какой дорожке покатишься ты. Все же мы, дорогой мой, все мы, все мы связаны, связаны, связаны одной цепью. Я прошу внимания, господа. Любой фокусник, показывающий фокусы публики, просит у зрителей часы, кольцо или какой-нибудь другой предмет. Для продолжения настоящей игры мне нужно миллион лир. Кто может дать миллион лир? Вот вы. Вы. Вы, очень хорошо. Я? Да. А это же игра, игра, игра. А, ну, у меня при себе нет столько. А, может быть, выписать чек? Или это не подходит? Очень подходит. Только важно, чтобы цифры были написаны разборчиво, понимаете? Хорошо. А один миллион? Миллион. Один миллион лир колоджеро диспелта. Можно? Осталось только переписать на твое имя. Исматывайся. Роберт! До свидания! Отто! Тает, тает, исчезает. Игра сыграна, Роберто Мальяно исчез. Потрясающе! А, простите, а мои деньги? Какие? Как какие? А чек? Ты хочешь сказать, образ чека? Образ чека? Образ чека. Образ чека. Что за какой-то миллион лир в алюзионистском трюке? Они вернутся к тебе уже в какой-то другой форме. Когда? А это не важно. Полет! Дочь Полет! Что случилось? Я знал. Я знал. Я предвила это. Амелия не подает признаков жизни. Она потеряла сознание. Я пожертвовал всем для своей дочери. Я докатился до нищенства, потому что таскал ее по разным знаменитостям. Но никто не мог ей помочь. Почему? Скажи мне, почему? Какое зло совершило это существо? Сырки и грехи я наказал. Она умерла. Она умерла. Амелия. Она умерла. Она умерла. Она умерла. Абелия! 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 Неужели? Умерла. Простите, сеньор профессор, что случилось? Еще один опыт. Еще один опыт? Но сеньора сказала, что она умерла. Да. Еще один эксперимент. А зачем нужны все эти эксперименты? Не знаю. Это трюк. Я не понимаю. Ты видишь этих птиц? Абелия! 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 Да! Трюк. Абелия! 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 раздавленное вторым дном клетки. Выстрел револьвера просто маскирует шум от спуска второго дна клетки. После этого я, естественно, должен привести клетку в готовность. Ты знаешь, что я там нахожу? А они ведь ничего не знают. Они не умеют делать фокусов. А мы на это способны. И в этом наше преимущество. Ну, хватит. Хватит, проснись. Мы должны продолжать нашу игру. Там публика, она ждет. И смещается представление о вечности и мгновении. Сегодня море действительно спокойно. Ну, посмотри, какое сегодня великолепное море. Это же стена. Стена твоей комнаты. Ты так думаешь. А разве ты не видишь море сквозь эту стену? Дай-ка мне руку. Пойдем. Видишь, была б там стена, мы бы уперлись в стену, а мы благополучно прошли. И что такое стена, как незаранее придуманное условие игры. Если это ты должен согласиться, никакой стены не существует. Камень это одно, а море вот. Я слышу его. Я слышу. Море. Как я мог раньше не видеть его? Море. 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 Продолжение следует... 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 Я служу здесь только потому, что люблю его, да и место хорошее. Но, клянусь памятью своего отца, иногда ваш брат меня выводит из себя. Скажите, профессор, его жена вернется или нет? Это тебя не касается. Тебе платят за то, что ты занимаешься своим делом. Платят? Кто мне платит? Стоит мне завести разговор о деньгах, так он начинает говорить, что мне их еще не полагается. И что будто бы у меня представление такое, что прошло время, а на самом деле это не так. Ты все получишь. Дорогой профессор, он мне не платит уже два года. Все получишь. Все, до последней львы. Да? Вас здесь не было две недели, и вы ничего не знаете. Вот уже четыре дня, как хозяин отказывается есть. Отказывается есть? Да, и не хочет пить. Говорит, что когда к нему приходит аппетит, это плод его воображения. И заявляет, что начнет есть только тогда, когда игра на отчитывание, профессор, будет окончена. Но меня волнует также и то, что он не хочет идти в уборную. Вот уже четыре дня. Ну и семейка. Сегодня ночью он жалобился. Конечно, четыре дня без еды я принес ему хлеба, вина, колбасы. Но никак не захотел Айбаста. Дорогой профессор, я сам вынужден есть тайком. Он предупредил меня, если заметит, выгонит. А ну-ка, разбуди его. Я сам с ним поговорю. А потом отправляйся-ка на кухню и закажи-ка ты спагетти. Будьте осторожны, профессор. Если он увидит спагетти, он взбесится. Ты не рассуждай, делай, как тебе сказано. Хорошо. И, по-вашему, мой брат нормальный человек? Почему вы не хотите допустить, что он сумасшедший? Вы знаете, у меня такое впечатление, что вас это очень устроило. А меня не интересует ваше впечатление. Я уже собрал семью и решил. Подумайте хорошенько. Один неосторожный шаг. И вы действительно можете свести с ума вашего брата. Мы не нуждаемся в ваших советах. Еще несколько дней ноги вашей не будет в моем доме. Добрый день, диспелта. Синьор, диспелта, добрый день. Ты что, не хочешь мне отвечать? А почему я должен говорить ненужные слова и условные фразы? Я решил сопротивляться, дорогой. Ты сделал меня соучастником своего опыта и не хочешь открыть мне тайны. Я больше не ем, не пью, не хожу в уборную, даже когда мне хочется. Неужели ты не видишь, что я страдаю? Я больше не могу выносить эту дьявольскую игру. Послушай, пожалей меня. Пожалей меня. Закончи эту игру. Ну, неужели ты не видишь, что я постарел? Я стал седым. У меня такое впечатление, что прошли уже годы. А ты мне все время твердишь, что это не так. Знаешь, я тебя убью! Нет, нет, ну, хочу и не могу. Если я тебя убью, твоя жизнь закончится, и неизвестно, по какой дорожке покачусь я. Ну, почему ты ведешь себя так? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не отчаивался? Почему ты не открываешь шкатулку? Потому что не могу. Нет, потому что не веришь. Вот в чем дело. А еще, говоришь, что ты сопротивляешься. Чему? Кому ты здесь сопротивляешься? Ну, неужели ты не видишь, что я постарел? Я стал седым. Нет, я тебя убью. Убью. Наша игра совершенно, поэтому она дает тебе всякие вот такие ощущения. Но я тебя уверяю, если ты не перестанешь сопротивляться моему воздействию, игра никогда не кончится. Если бы ты уступил бы, следил бы только своему инстинкту, ты понимаешь? Ты тем самым приблизил бы движение опыта, приведя его к логическому концу. Готово, профессор? Иди сюда, дженарина. Иди сюда. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся, говорю тебе. Не бойся. Смотри. Смотри, великолепные спагетти. Великолепнейшие спагетти, видишь? Видишь? Чувствуешь запах? Вот если ты голоден ешь... Однако, однако запах, запах великолепный. А вкус, вкус каков, сеньор. Они приправлены помидорами и двойной порцией масла. Знаешь, время от времени я вспоминаю мелодию из одной оперы, и у меня появляется желание петь ее. И это происходит почему-то в самые трагические моменты моей жизни. Однажды на похоронах моего самого близкого друга у меня вдруг появилось желание запеть фуникули, фуникуля. Я моя, монгопа, я моя. Я моя, монгопа, я моя. Фуникули, фуникуля, фуникули, фуникуля. Я моя, 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 монгопа, я. Эй, ну я не сделал этого, потому что мне стало стыдно самого себя. Да, ну почему тебе стало стыдно? Если ты хочешь петь, нужно петь. Мозг. Мозг должен быть независим. Да, 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 это так. Мозг должен быть независим. Ты знаешь, аппетит у меня такой, что я готов рта не закрывать. И у меня появляется желание петь. Ло, рефугита, моё дисперrato, моё дисперrato. И ноно амбато май tanto ля витта, май tanto ля витта. Да, 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 да. Что такое? Тихо. Инстинкт. Ничего не поделаешь, нужно ему следовать. Не туда, не туда, сеньор. Вот сюда, пожалуйста. Дженарино. Да-да, сеньор. Прибереги спагетти, накрой их тарелкой. Хорошо, сеньор. Да-да, сеньор. Сейчас вернусь. Хорошо. Пасад, ну-ка, 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 ну-ка. Простите, вы кто? Пошел ты к черту. Кто-кто? Ты кто? Я слуга Дженарино. Да. А я жена профессора. Зайра, жена профессора. Как ты здесь оказалась? Неужели? Я принесла наши костюмы. А в которых мы тогда? Выступаем. Она говорит, что у нее не осталось того платья. Мы заменим похожим. Я помогу. Зайра. Господи, что ж ты, как у тебя же ты. Ну, ты что такие чучело? Тихо, тихо. Дженарино. Дженарино. Да-да, сеньор. Куда можно спрятать эти чемоданы? Эти? Хозяин ничего не должен знать об этом. Почему? Что? Что ж ты орешь-то? Яма, 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 фуникули, фуникуля. Давай, дей сюда. Так, где она? Два раза сказала, у нас дома. Царя, быстро, быстро, такси, быстро жени. Это что значит? Я тебя обожаю. Да? А как ты меня обожаешь? Потом скажу. Нет, сейчас скажи. А то не уйду. Поедем на капри, там скажу. А я возьму билет. А я тебе сейчас дам деньги. Деньги на билет, на. Учила. Царя, царя, царя. Музыка. Айда, айда. Джаларийно! Да, да, сеньор! О, долчи, бачи, ланги, де, каретсе, Ментрио фрррррр엔те Э белле форме дишо льо, дай, вели. Джаларийно! Я здесь, сеньор, здесь. Ты дурак. Это почему? Да так, подумал и сказал, мозг независим. Если я не буду следовать своему инстинкту и не говорить того, что думаю, играть никогда не хочется. Говорите, говорите, синьор, если вам это помогает. Перестаньте, мама. Ну и семейка. Я сейчас думаю, мама, что ты всегда была слабой и нерешительной. Папа об этом часто говорил. Ах ты несправедлив, Григорио. Твой покойный отец незаслуженно обвинял меня в слабости. Сам же он не мог обуздать свои глупые идеи, которые изодня в день разлагали нашу семью. Мои глаза уже давно превратились в иссякшие водосточные трубы от постоянных семейных потрясений. Григорио, Григорио, сын мой. Мама, перед перестань. Орес, Орес-то, зять мой. Мама, довольна. Роза, Роза, дочка моя единственная. Хватит, хватит, мама. За 40 лет пора понять. Слезами ты ничего не изменишь. Сейчас мы оказались лицом к лицу с полным крахом. Мой брат сумасшедший. Нет, 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 нет. В этом нет никакого сомнения. И до дня с ним становится все хуже и хуже. Чего мы ждем? Люди смеются над нами. Семья Диспелта предмет сплетен и пересудов всего города. Черт побери! Профессор Марвули, это шарлатан, в конец его опутал. Нам нужно быть более энергичными. Ты, мама, не в состоянии вынести эту трагедию. Тут нужны возги. Задача номер один. Каладжеро должен развестись со своей проституткой-женой, которая облила грязью всю нашу семью. Кто за? Единогласно. Задача номер два. Все согласны лишить Каладжеро всех прав из-за слабоумия? Нет. Кто за? Нет. Мама. Мама. Ну, мама. Всех, кроме мам. Задача номер три. Заслуженный отдых нашей мамы на курорте Абоно. Григорио, Григорио, сын мой, мой сын, мой сын. Итак, задача номер два. Все согласны лишить Каладжеро всех прав из-за слабоумия? Кто за? Мама. Мама смелее, смелее мама. Единогласно. Ну, прости. Здесь и моя супруга имеет право сказать свое последнее слово. Или ты думаешь, что она уже не твоя сестра? Она носит фамилию Интрульи. Ой, я горжусь этой фамилией, фамилией Интрульи. Есть чем гордиться, дорогая моя. Она гремит во всем Неаполе. Ну, еще бы. Твой отец был первым картежником и скандалистом. Слабо больше. Ничего, я вам всем покажу, как только буду настоящен полноправным обекновом среди. Слабо больше. Что ты, Интрульи? Вы свежу кажутся. Аминь. Аминь. По-твоему, Григория Достелта, моя супруга должна признать слабоумие своего брата и согласиться на твое опекунство. Я на это не согласна. Я решила? Нет. Я решила. Мы решили? Если кто здесь и решает, так это наша мать. А я ничего не подпишу. Я так же не подпишу. Я так же не подпишу. Ай, ну, тихо. Вот уже сорок лет, как я платью. Мама, пойми. Ну, мама, дурь, жизнь. Я подпишу. Подожди, подожди. Я же помню. Посмотри. Героина. Куда, сеньор? Где мои спагетти? Здесь, сеньор. Рэйс. Иди, Джонаринов. Хорошо, сеньор. Добрый день, мои дорогие. Мама, брат, сестра, Шурин. Угу. Ничто не изменилось в вас. Мама Матильда, как всегда, плачет. Брат лопается от зависти, сестра от злости, Шурин от жадности. Вы совершенны в своих проявлениях. Я не предлагаю вам спагетти, чтобы не заставлять вас делать бесполезные жесты. Я заинтересован в том, чтобы игра поскорее кончилась. А вам ведь плевать на мои спагетти. Яма, яма, инкупа, яма, 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 инкупа, яма, я. Фуникули, 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 фуникуля. Яма, 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 инкупа, я. Слушай, Каладжеро, вот уже два года ты пребываешь в таком состоянии. Сейчас мы все здесь для того, чтобы сделать последнюю попытку. Да. И потом? Слушай, мы не собираемся скрывать от тебя правду, твоя жена. А что ты можешь сказать о моей жене? Ты, который всю жизнь клеветал на меня. Я? Угу. Да, да, мой любимый братец. И сегодня, полагая, что я уже побежден, ты хватаешься за законы, которые помогли бы тебе стать опекуном. И когда ты этого добьешься, твое лицемерие и притворная грусть наконец-то будут оплачены сполна. Ты шутишь, да? Угу. Нет, мой любимый братец, я говорю совершенно серьезно. И чтобы осуществить свои грязные планы, ты делаешь все. Все возможное, чтобы обмануть нашу впавшую в детство мать. Что? Ставшую уже никому не нужной. Каладжеро! Мизь, бонусальд, CherLする! Как ты мог казать, как ты мог казать, как малышер! Я же твоя мать! Мама, а ты знаешь, что такое мать? Все знают, что такое мать. Я бы не стал тебе этого говорить, но если я не стану говорить того, что думаю, игра никогда не кончится. Значит, ты думал о том, что сказал? Естественно, но только никогда не говорил, потому что усердно контролировал свой мозг. Значит, раньше перед нами ты кривил душой? Конечно, кривил моя дорогая сестричка. Еще как кривил. Отлично. В таком случае я хочу сказать тебе все. Мама, твоя жена убежала с любовником, и ты остался здесь в дураках на два года. Да она всегда тебя изменяла. Всегда. А раз ты подтвердил, будь ты мужчина. Истинно и правда. Ну, не правда ли, мама? Мама, вот уже 40 лет, как я плачу. 40 лет? Это ты так думаешь, мама? На самом деле ты плачешь веками, тысячелетиями. Ты еще одна игра, мама. Ты еще один опыт, Григорио. И ты, Роза. И ты, Оресте. Говорите, что моя жена два года назад убежала с любовником и до этого изменяла мне. Да. А почему же вы сразу не предупредили меня? Почему же вы мне не говорили об этом, когда моя жена была рядом со мной? Потому что вы все были вовлечены в игру. Вы только кажетесь существами живыми и реальными. На самом деле вы ничто иное, как только образы атовистического сознания. Этот бред вложил тебе в голову профессор Марвульо, который изо днем в день обирает тебя до нитки. Этот бродячий фокусник не только обрекает достерозарение, он еще виной тому, что наше имя сегодня на устах у всех. Шарлатан. Ну, хватит болтовни. Ты сумасшедший. Я думаю, что ты, будучи сумасшедшим, ты можешь еще и преступник брать. Да, преступник ты плохо кончишь. Очень плохо кончишь. Профессор, профессор, профессор! Да, я здесь! Тебя интересуют эти образы? Нет. Если они лишние в нашей игре, сделай так, чтобы они исчезли. Если они тебе надоели, я сделаю так, чтобы они исчезли. Угу. Ну, что случилось? В чем дело? Что случилось? Что? Что? Ну, говорите же. Вернулась его жена. Когда? Когда? Несколько минут тому назад. Где она? Где она? Внизу. Пошли. Скорее. Тают, тают, исчезают. Браво! Они исчезли. Браво, браво. Может быть, тебе еще что-нибудь нужно? Да. Позови слугу. Джонарин! Джонарино! 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 Да-да, сеньор. Образ сыра мне. Сыра, сеньор, конечно же. Да, сеньор. Но сыра больше нет. То есть как? Сегодня утром я поддался своему инстинкту и, чтобы принять участие в игре, съел его. Тогда имей воображение, чтобы принести мне стакан вина? Вина, конечно же, сеньор. Но вина тоже нет, сеньор. То есть как? Я имел воображение, для того, чтобы принести последние четыре бутылки в свой собственный дом и выпить их за ужином со своей женой. Но на кухне что-нибудь осталось? Конечно, осталось. Образ пустой, кладовой. В таком случае, иди на рынок и принеси мне образы продуктов. Хорошо, сеньор. Да, сеньор. Но для этого я, очевидно, должен взять образ денег из ящика вашего письменного стола. Иначе, если торговцы не увидят образа денег, они откажутся принимать участие в игре? Держи. Действуй. Хорошо, сеньор. Волосы еще седые. Игра не окончена. Интересно, как это будет выглядеть, когда игра окончится, и мои волосы снова станут черными. Когда я снова начинаю думать об этом, я в самом деле готов сойти с ума. А чего я боюсь? Окончание игры? Не думаю. Чтобы игра закончилась, для этого профессора мне не нужно. Нужно поддаваться инстинкту. Поддаваться инстинкту. Поддаваться инстинкту. Инстинкту. Я просовываю руку в клетку и достаю канарейку, которая должна мне служить предметом моего иллюзионного трюка. Но канарейка не исчезает. Она умирает, раздавленная двойным дном клетки. И выстрел от револьвера только маскирует шум от спуска второго дна клетки. Сколько выстрелов, сколько шума, сколько крови. Нет. Надо поддаваться. Поддаваться инстинкту. Поддаваться инстинкту. И не терять веры. Если вы откроете шкатулку, веря в то, что вы увидите в ней свою жену, вы ее там увидите. Если вы откроете шкатулку, не веря в это, вы больше никогда не увидите свою жену. Но я верю. Я верю. Моя жена здесь. Здесь, в этой шкатулке. И запер ее там я. Ее платье. Ее туфли. Ее шляпа. Когда ты наделал свое новое платье, я старался не смотреть на тебя, чтобы скрыть, как я люблю тебя. Почему? Может быть, из-за гордости. Может быть, из робости. Мне нужно было сказать, как ты прекрасна в этом новом платье. Как я люблю тебя. Нет, между нами образовался лед. Мы больше не говорили друг другу ласковых слов, комплиментов. Мы больше не могли быть искренними и простыми. Мы перестали верить друг другу. Но теперь я верю. Если я открою шкатулку, я снова увижу тебя. Мои волосы снова станут черными. Я стану молодым, как мгновение назад, в начале этого опыта. Я открываю шкатулку. Я открываю ее. Я открываю. Раз, два и три. Марта, игра сыграна. Марта. Опыт оконни. Вот твоя жена. Ну, говори, Марта, говори. Это я. Да, это ты. А почему я в своей собственной комнате? Если игра уже кончена и длилась столько мгновений, почему же я не в саду отеля Метрополь? А когда кончился опыт, тебя охватил шок. И ты потерял сознание. И мы вас привезли на машине. А почему мои волосы седые? Почему они снова не стали черными? Так они же стали седыми в результате шока. В одно мгновение? В одно мгновение. В одно мгновение. Вот, вот, вот твоя жена. Марта. Марта. Калачин. Это я. Да. Это ты. Ну, и ты страдала. Эта игра была жестокой и для тебя. В твоих волосах появились седые пряди. Ну, скажи мне что-нибудь. Скажи. Довольно оставьте нас. Что мне говорить с Калачжером? И что я могу сказать? Почему я должна поддерживать эту внезительную для нас двоих игру? Прошло два года. Два долгих года, Калачжеру. Бош. Бош. У тебя появились седые волосы. Потому что время заставляет стареть. И оставляет свои следы в человеке. О, Калачжеру. Все, что между нами произошло, произошло из-за мелочи. Из-за непонимания чувства свободы. Да, в моей жизни был другой человек, и ты должен. Ты должен это знать, если мы хотим избавиться от этой сумасшедшей иллюзии. Калачжеру. Пойдем. Что ты наделала? Что ты сказала? Я не понимаю. Кто эта женщина? Кто эта женщина? Как это твоя жена? И это уже больше не иллюзия. Игра сыграна. Какая игра? Игра? Начатая мною мгновение назад в саду. Метрополь. Нет, это не так. Эта игра была начата мною. Ты мне сам это говорил. Я довел ее до предела, и только я сам могу вернуть свою жену. О, Калачжеру. Ты ошибся, Отто. Ты ошибся в самый последний момент. Ты вошел на мгновение раньше, чем я собирался открыть шкатулку. Как жаль. Но шкатулка же пуста. Кто это говорит? Кто это говорит? Как ты можешь доказать это? В шкатулке моя вера. Моя вера. Может быть, эта женщина участвует в другом опыте, который меня не касается? Убери этот мнемонический образ. Жена, которая возвращается. Я не выношу двух экспериментов сразу. Я не знаю этой женщины. Я не знаю ее. Но это же... Это же твоя жена. Я же действительно привез к тебе твою жену. Ты полагаешь, что ты это сделал. Ты даже полагаешь, что находишься в моей комнате. Но это не так. Это лишь образы, которые ты собрал воедино. Я сейчас оживлю эти мнемонические образы. Сеньора, вы. Вы. Вы мне кажетесь тривиальной героиней Адюльтера. Самый главный фокусник сейчас я. Продолжим игру, профессор. Посмотрим моим третьим глазом. Там море? Джонарино. Джонарино. Да-да, сеньор. Эти образы должны исчезнуть. Имея воображение открыть дверь. Когда ты убедишься, что они вышли, закрой за ними дверь, но с треском. Ну, сеньор. Вступай, Джонарино. Прошу. 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 Заперта. Заперта. В шкатулке моя вера. Не смотри внутрь. Держи ее при себе плотно запертой и шагай. Тебя сопровождает внутреннее зрение. И может быть у подножия радуги ты найдешь сокровище, если будешь держать ее при себе плотно запертой всегда. Всегда. Держи ее при себе плотно запертой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!